Добрый день! Рада приветствовать вас на нашей презентации гостиничного комплекса Меркьюри Бесадажа Павелецкая. Давайте сверим связь. Всем ли меня слышно-видно? Если хорошо слышно-видно, поставьте, пожалуйста, пару плюсиков в нашем чате. Спасибо большое, Юрий Снежанов, очень приятно. Сегодня мы с вами поговорим о таком продукте гостиничном, как комбо-комплекс, состоящий из трех брендов. Давайте я немножечко сориентирую вас по коммуникации. Я буду рада ответить на ваши вопросы, пишите их в чате. Чат я буду стараться просматривать в рамках презентации, чтобы вопросы были актуальными к текущей тематике, поэтому не стесняйтесь, задавайте, пишите. Если вдруг эти вопросы пропущу, то в конце вебинара сделаем сессию вопросов и ответов. Вдруг что-то вам конкретно будет интересно больше по деталям, загрузке, дополнительная информация по предоставленной мной презентации. Вот таким образом обсудим наш текущий вебинар. Очень интересно, конечно, кто слушатели на данный момент, кто участники. Можете пару слов о себе написать, представители туристических агентств, заказчики, представительства регионов, кто планирует какие-то туры, командировки, все что угодно в Москву. Также рада вас пригласить на нетворкинг. Мой профайл открыт. С удовольствием назначим личную встречу уже для обсуждения более подробной детали и возможности коммуникации. Надеюсь, что выставка в целом проходит для вас продуктивно. Активно обменивайтесь визитками и находите для себя действительный потенциал для дальнейшей работы. Время у нас, как мы знаем, сложное. Спасибо большое, Светлана. Приятно. Турагент. Любим, дружим, работаем. Все мы в нашей сфере сейчас как, наверное, единое целое звено, работающее вместе, поддерживающее друг друга. И об этом я тоже уточню в рамках нашей презентации. Ну что, тогда, пожалуй, представлюсь. Меня зовут Юлия Назаренко. Я директор по развитию бизнеса гостиничного комплекса группы Акор Меркюр и Бисадажо, который находится на Павелецкой. Сейчас на первом слайде презентации вы видите непосредственно вид нашего комплекса, фотография с улицы Бахрушина. Немножечко о нашем комплексе. Гостиничный комплекс Меркюр и Бисадажо Павелецкая – это первый комбо-комплекс Акора в Москве. Он был построен в такую достаточно открыт, в такую достаточно интересную, знаменательную дату – 11 декабря 2013 года. 11, 12, 13. Да, в этом году нам уже будет 9 лет. С точки зрения косметического ремонта он делается регулярно. Касательно реноваций были у нас некоторые замены, реновированные номера в бренде Ибис. Так, приглашаю всех в гости удостовериться в достоверности, скажем так, презентации, которую сейчас вам покажу и расскажу о наших номерах и о нашем комплексе. Мы, в принципе, держим руку на пульсе касательно всех интересных событий, которые происходят в городе и оповещаем об этом наших гостей. Но об этом, опять же, расскажу чуть позже. И стараемся привлекать разного рода интертеймент, как джаз, например, о котором тоже сегодня расскажу в презентации, чтобы сделать досуг гостей, проживающих в нашем комплексе, более разнообразным и интересным. Ну, а в целом мы сегодня с вами поговорим про комбо-комплекс, состоящий из 433 номеров на все три бренда. Бренды все принадлежат, естественно, группе Аккор, Меркьюрк 4 звезды, Ибис 3 звезды и Адажо 4 звезды Апарт-отель. Думаю, что, в принципе, этот бренд будет наиболее интересен с точки зрения моей презентации, поскольку это был первый Апарт-отель именно Аккора, построенный в Москве. Далее мы открыли уже Апарт-отель в комбо-комплексе на Киевской и, скажем так, были оптимистичные планы по открытию нескольких Апарт-отелей Адажо в Сочи, в прибережной зоне и в Санкт-Петербурге. Ну, посмотрим. Ситуация у нас непростая. Будем, что называется, исходить из реалий. Что касательно нашего комбо-комплекса. Это идеальная локация в центре столицы. Это я сейчас вам покажу, как мы находимся на карте. Вы видите там наш логотип Меркьюри и Адажо и основные объекты показа и достопримечательности столицы. Для кого удобно? Удобно для бизнес-путешественников, которые, может быть, не привязаны к офису. Для тех, кто хотел бы проводить свой досуг, в том числе в рамках командировки в центре города. Для туристов, которые, естественно, посещают все московские добрестамечательности, музеи, объекты показа, в целом весь интерактив, который происходит в городе. Мы находимся в центре. Мы находимся недалеко от Павелецкого вокзала. Но наше большое преимущество, что отель находится на тихой исторической улице Бахрушина, что, в принципе, уже идет полноценно в Замоскворечье, в историю Замоскворечье. Достаточно много интересных экскурсий проводится рядом с комплексом. Поэтому, как говорила, наши гости, проживающие в отеле, не скучают. Сегодня мы с вами поговорим о каждом отдельном отеле. И будем их, грубо говоря, отделять друг от друга, поскольку все-таки комбо, да, прекрасно, один отель. Но бренды разные, история разная, ценности разные и возможности, которые мы представляем, тоже разные. Как вы видели на втором слайде, это один большой комплекс. То есть в рамках комплекса у нас три отеля. Нет никаких холодных переходов, нет долгих коридоров. То есть эргономично, компактно расположены все три отеля. У каждого есть свой отдельный вход, отдельная зона ресепшн и лобби. На данном слайде вы видите лобби, и сзади стороны будет ресепшн, это Меркьюр, четыре звезды. И, соответственно, ресепшн, центральный вход Меркьюра. Касательно услуг, которые входят в проживание, в стоимость проживания в рамках нашего комплекса, Меркьюра, даже это бесплатный доступ в оздоровительный центр, в котором у нас находится тренажерный зал, сауна, хамам и зона отдыха. Услуги прячечной за дополнительную стоимость. Большой наш плюс для всего комплекса, не только Меркьюра, это подземная парковка. У нас парковка уходит на минус четыре этажа. Можете себе представить, такой колоссальный объем. Здание строилось непосредственно под отель. И это, как ни странно для Москвы, но в центре города мы располагаем возможностью такой достаточно комфортной подземной парковки. Мы ее используем как в качестве бонуса для организаторов мероприятий. И также для гостей, которые проживают в нашем гостиничном комплексе, но за доплату. В летний сезон все гости могут пользоваться арендой велосипедов, что такая интересная опция. Опять же таки, сейчас вы видите лобби Меркьюр и зону ресторана Меркьюр Таунхаус. Всего на весь гостиничный комплекс у нас восемь конференц-залов, но относятся они больше к Меркьюру. Но гостям, проживающим в Эбисе и Адашу, ничего не мешает воспользоваться этими услугами и заказать конференцию, проживая в Эбисе, например, с обедом в ресторане и без китчен. У нас достаточно лояльная политика и ценовая, и политика по выстраиванию взаимоотношений с агентствами и с клиентами напрямую. Очень много проектов проходит, скажем так, площадка активная, рабочая, и мы стараемся подстроиться под тот бюджет, который есть у заказчика. Если это сегмент трех звезд, это Эбис, если это сегмент четырех звезд, это Меркьюр или Адашу. Более подробно расскажу про рестораны, про бар, про те опции спецпредложения и промо-активности, которые мы делаем в рамках наших F&B facilities, назовем это так. Ну и немного информации расскажу вам про номера, потому что это основная часть нашего гостиничного комплекса. В Меркьюри всего 149 номеров. Категория Classic. 17 номеров категории Privilege. Это улучшенная категория. На следующем слайде более детально расскажу, чем она отличается. Три номера Polulux и два номера категории Premier Lux. Достаточно уютный, компактный отель. Касательно набора всего необходимого в номерах, он будет дублироваться на всех слайдах, поэтому если информация более детальная нужна, то можете ознакомиться, зачитывать все услуги, спутниковый телефон и сейфы не будут. Сакцентируем внимание только на тех вещах, которые действительно могут быть интересны, представляя количество презентаций, прослушанных вами за период нашей выставки, поэтому думаю, что от таких деталей можем отказаться. На данной фотографии вы видите номер категории Classic и Privilege. Скажу так, почему. Эти номера у нас отличаются только Soft Amenities. То есть номер Classic – это 21 квадратный метр. Это полностью дизайн, как указано на картинке. Это французское окно. Где-то это вид на Бахрушино, где-то это вид на соседний переулок. Также это может быть, соответственно, атриумное расположение. Ванная комната также в номерах Меркюра может быть оборудована полноценной ванной или душем. Здесь в зависимости от конфигурации номера, скажем так. Privilege – это номер улучшенный. Он, соответственно, прошу прощения, улучшенный номер. Он выше, чем Classic. Он, соответственно, как улучшенный считается. И что в нем добавляется? Это кофемашина. Это расширенный набор банных принадлежностей. Чуть больше косметики, нежели представлено в Classic. И, собственно, все. Ранее мы добавляли парковку, но сейчас, скажем так, делаем промо по парковке, входящей в улучшенный номер. По факту, на номера вы можете видеть даже, например, на текущей фотографии или на фотографии уже поллюкса, что они выполнены в таком достаточно интересном, скажем, роскошном стиле. Это все неспроста, так как Меркюр в плане концепции как бренд, есть у него такая задача при запуске новых отелей максимально интегрироваться в ту среду, где находится отель. В нашем случае, как мы с вами видели на первых слайдах, это район Замоскворечья, это Купеческая Москва. В связи с чем у нас такой достаточно роскошный бархат, уютные номера на зеркалах лепнинов, ну, в сдержанном формате, который, скажем так, не нагружает атмосферу номера. А на потолке каждого номера там фреска с подсветкой, которая также отражает виды Замоскворечья. Вот такая вот у нас концепция внедрения Меркюра в район Замоскворечья. Но это не все, что касается дизайна номеров. Также у нас название конференц-залов. Далее мы будем с вами смотреть конференц-зону. Они тоже имеют отсылку к клубцам и меценатам российским, таким как Бахрушин, например, Кноп, Третьяков, Морозов. То есть здесь полная выдержанная линия. Ну и еще есть некоторые детали такого национального колорита, которые мы интегрируем, о которых расскажу вам чуть позже, чтобы вам было интересно, и вы, соответственно, запомнили эти фишечки, иначе их не назовешь, именно нашего Меркюра в Москве. И, конечно, топ нашего номерного фонда в Меркюре – это люкс. Всего в комплексе, как вы помните, два люкса. Пример люкс состоит из двух спальных комнат, двух санузлов, гостиной комнаты. И вот в одном из санузлей, в ванной комнате, гостевой комнаты, находится вот такая шикарная ванная с видом Замоскворечья. Видно там стату Петра, видно немножко Москва-Сити. Если совсем выглянуть, будет видно Кремль. То есть достаточно такие интересные номера. Они у нас пользуются большой популярностью, занимают весь восьмой этаж. Вид достаточно красивый, панорамные окна. То есть это такая вот наша изюминка, которой очень часто любят пользоваться наши постоянные гости. Может быть, возник вопрос, продаем ли мы люксы под какие-то мероприятия. Да, мы можем делать форматы девичников, предсвадебных дней рождений в номере, а также можем делать пересетап номера, если это необходимо, под какой-то бизнес переговорный. Но на самом деле конференц-залов у нас достаточно, поэтому в основном пользуются популярностью предложения с точки зрения проведения каких-либо мероприятий. Что важно сказать, в принципе, про все наши три бренда, это то, что в каждом номере, в каждом бренде есть определенное количество номеров для малобобильных групп населения. То есть мы действительно заботимся о каждом гражданине, посещающем наш отель, и делаем все доступные условия. То есть, как указано, у нас отсутствуют пороги на входных дверях, у нас обеспечены специально санузлы. Стойкий ресепшн у каждого отеля есть, соответственно, с невысоким порогом для доступа гостей с ограниченными физическими возможностями. Все лифты осуждены тактильными схемами, и, соответственно, это касательно общих зон. В номерах вы тоже можете видеть по фотографии, что вот, например, справа это номер Адаш. В каждом номере Адаш у нас есть перегородка между, скажем так, к кухней и комнатой. В инвалидных номерах такая перегородка отсутствует, соответственно, для удобства гостей. Полностью оборудованы санузлы, и больше проходы в коридорах, больше разъем дверей, соответственно, все по стандарту и регламенту в каждом бренде. Важно также еще отметить, что помимо того, что мы заботимся о том, какая категория граждан к нам приезжает, мы также соблюдаем стандарты безопасности, которые, как вы все знаете, мы все сети вводили во время ковида в 2020 году. В Аккоре это сертификация AllSafe, то есть это порядка 19 стандартов по уборке, по обслуживанию, по коммуникации с гостями, по расположению определенных метрик и знаков в зонах общественных. Это санитайзеры, маски, перчатки, непосредственно все эти правила и стандарты мы им следуем. У нас есть внутренний аудит от компании Accor, есть, естественно, аудит от Роспотребнадзора, как у, в принципе, одного из достаточно значимых и больших комплексов в Москве. Поэтому мы следуем всем стандартам. Мы, наверное, одними из первыми из нашей группы в декабре 2020 года подключились к программе Safe Travels, Discover Moscow, в которой также получаем аккредитацию о том, что мы соответствуем требованиям безопасности, конечно, которые диктуют нам настоящие условия и ковидная ситуация. Немножечко расскажу вам про наши рестораны. Опять же, мы сейчас говорим с вами только про Меркьюр. Рестораны Меркьюра по аутлетам, ресторанам, это основной ресторан, таунхаус, которым проходят завтраки. Ресторан рассчитан на порядка 100 человек. Это комната для мероприятий специальных, в которой сервируется завтрак и шведская линия. Это наш бар, который работает 24 на 7, где, в принципе, тоже можно позавтракать и в течение дня заказать блюдо а-ля карт. И ресторан Ибис Кичин, он уже относится у нас к, соответственно, Ибису. Завтрак в ресторане таунхаус, он проходит у нас в формате шведского стола. Вот на данной картинке вы видите непосредственно рассадку в ресторане, то есть достаточно красивый, уютный ресторан, тоже выдержанный в той же самой концепции купеческого замоскворечья, с широкими панорамными окнами на улицу Бахрушина. Улица тихая, поэтому это достаточно приятно завтракать. Ну, в будний день, конечно, потом спешить на работу, но в выходной день остановиться, насладиться, соответственно, атмосферой такой тихой Москвы, старой, купеческой, и прогуляться, может быть, сходить на экскурсию. Это то, чем как раз занимаются наши гости. Завтрак у нас сервируется с 6.30 до 10.30 в будни и до 11.00 в выходные. Также можно в этом ресторане таунхаус заказать блюдо а-ля карт, и мы вводим периодически интересные промо-программы. Например, найти специальное меню. Сейчас у нас действует постное меню, и можете обратить внимание, они уверены, насколько хорошо видно, но пару таких позиций вам могу озвучить. Это суп с гречневой лапшой, это мятный кускус, финики с арахисовой пастой. Такой эксклюзив от нашего шеф-повара, который тоже интересно разнообразит ваши обычные пищевые привычки. С точки зрения пасхального завтрака, вот буквально 24 апреля у нас также будет пасхальный завтрак в том же самом ресторане, там будет особое меню. С ним ознакомиться можно по запросу у коллег, обратившись к нам в гостиничный комплекс, либо я могу дополнительно вам выслать информацию. К чему говорю про текущие промо, потому что каждый сезон мы запускаем какие-то интересные новинки, мы стараемся внедрять интересные новые продукты, несмотря на санкции, несмотря на все ситуации, поэтому у нас можно окунуться в такой уголок спокойствия, вкусного умиротворения, скажем так. Что интересно, как говорится, брюки превращаются. Вот сейчас вы видите комнату для закрытых мероприятий. На левой фотографии она представлена как шведская линия под завтрак. Также в таком же формате сервируется и обед в рамках мероприятий. А справа эта комната превращается в закрытую комнату для мероприятий. Достаточно интересные проекты вечеринок у нас проходили, арт-вечеринки с пэнти. Я думаю, что это широко известный формат, когда за бокалом вина гости сидят и совместно рисуют какую-либо картину. Также у нас были мастер-классы с другим подразделением пэнти-пэнти, когда гости высаживали суккуленты. Это был мастер-класс именно по созданию таких интересных сухих композиций. Мы проводили мастер-класс с одним из наших партнеров. Это цветочный бутик «Блумбар». Делали бутоньерки, новогодние игрушки, собирали цветы и кибаны. В общем, разнообразим и делаем такие активности для наших гостей регулярно. Обращаю внимание, что это групповые заказы. Как правило, это 10-15 человек, чтобы это было комфортно. Но как интертеймент в рамках проведенных мероприятий, это достаточно такой популярный кейс в нашем отеле. Ну и, естественно, винные дегустации с нашим партнером. Это могут быть винные казино. Также это может быть казино по крепкому алкоголю. И многие-многие-многие другие форматы. Таким образом, мы потихонечку с вами переходим к лайбри-бару, приступая к винным дегустациям и коктейльным меню. В лайбри-бар это наша площадка, которая относится к меркюру, на которой могут пользоваться гости, проживающие в Ибисе и Адажу. Это бар, который технически стоит с двух этажей. Первый этаж – это обслуживание гостей а-ля-кар по барному меню 24 на 7. На центральной фотографии вы видите, как непосредственно этот бар выглядит. На втором этаже – это площадка под мероприятие. Чуть позже о ней более подробно расскажу. Мы делаем разные промо, и в рамках летнего предложения у нас в нашем баре есть специальное меню напитков – алкогольные напитки и безалкогольные напитки. Тоже достаточно интересный формат, когда гости у нас, поскольку рядом находится кинотеатр «Пять звезд», музей, театральный музей «Бахрушина», соответственно, Пятницкая улица, гости куда-либо идут, выпивают оперативчик или возвращаются к нам. То есть это такой тоже наша изюминка – приятный бар атмосферный, в котором как проживающие гости могут отдохнуть, так и гости, которые приходят просто с улицы именно в бар. Ну, а в бар они приходят тоже не совсем просто так. Сезон осени 2021 года мы провели в коллаборации с клубом «Джазовым Эссо». Этот клуб – наши соседи, они находятся тоже на Третьяковской. И мы организовывали вечера джаза. Соответственно, у нас были разные приглашенные артисты, музыканты, которые выступали и создавали атмосферу. То есть помимо того, что сам бар, немножечко такой флёр у него приятный, в хорошей коннотации этого слова исторического места, можете обратить тоже внимание, вот где у нас саксофонист, рядом с ним такая лампа и окна, если обратите внимание, они совершенно не современная архитектура, всё потому, что фасад этого бара выполнен как усадьба купца Алексеева, которая была, в принципе, действительно на месте нашего отеля, как часть в этой зоне был комплекс библиотеки, где купец Алексеев принимал своих гостей. То есть такая ванная-гостиная, скажем так. Вот такой образ ванной-гостиной мы тоже в том числе сохранили. И вот, как вы видите, проводим такие вот интересные вечера. Весенний сезон, к сожалению, пока мы ещё не открывали, но на лето у нас с теми же самыми партнёрами очень интересный проект. Специально под джаз была разработана менюша поваром, и поэтому вечерами гости наслаждались такой достаточно приятной и профессиональной музыкой. Думаю, если кто-то сталкивался с джаз-клубом, это даже не будет рекламой с моей стороны. На самом деле очень достойное и интересное место. Коллеги приглашают и международных звёзд, по мере того, как это сейчас возможно, и дают концерты очень молодых и талантливых русских, российских музыкантов. Соответственно, развлекаем, как я говорила и обещала, как можем, и разными интересными вариантами. Ну, а про второй этаж бара хочу рассказать, что это наш лофт, мы его внутренне так называем. Это конференц-площадка номер 9 в нашем комплексе. Это второй этаж, это порядка 70 квадратных метров. Самое популярное место в нашем отеле с точки зрения проведения бизнес-завтрака, вечерних мероприятий, фуршетов. На самом деле очень многие партнёры любят именно эту площадку, потому что в таком неформальном расслабленном формате за бизнес-завтраком можно сделать сервировку, закусок, стол, можно сделать презентацию продукта, рассказать о каких-то новостях и собрать новых клиентов. На самом деле призываю всех тоже, кто заинтересован в таком формате кооперации, возвращаться ко мне, грубо говоря, можем обменяться визитками или направьте мне на почту предложение и запрос. Мы в рамках этого зала выступаем в барных условиях, то есть мы готовы предоставлять площадку, взаимодействовать вместе по одной целевой аудитории, также делать интересные проекты, приглашать спикеров из интересных компаний, скажем так, на темы более психологические, эмоциональные, не касающиеся конкретно бизнеса, но тем не менее в таком развлекательном формате, и проводить мероприятия совместно. То есть если есть какие-то такие идеи, мы очень открыты. На самом деле это тот аспект, который хотела озвучить в рамках того нашего ковидного времени изначально, и теперь уже спецоперации, когда в этих реалиях мы действительно кооперируемся с бизнесом, с соседями, которые занимаются тоже оказанием услуг, которые работают в нашей сфере, с партнерами, далее буду говорить про кулинарионы или панораму. Соответственно, мы открыты, любые точки соприкосновения только за, и действительно понимаем, что сейчас мы можем продвигать услуги совместно, предлагать разные пакеты, ну и, соответственно, естественно, дружить. Ну, начали мы с неформальной обстановки, лайбри-баром, и перейдем к конференц-зонам. Конференц-зона, она находится на втором этаже, и относится к Меркюру, но, как уже говорила, могут пользоваться ей все гости, проживающие во всех отелях. Это 8 конференц-залов. Это трансформеры. На нижней фотографии вы видите, что она такой эффект рыбий глаз, для того, чтобы показать всю квадратуру. Это 240 квадратных метров. Этот большой зал-трансформер делится на 4 части, в каждой из которых есть встроенный интегрированный экран, проектор, система звукоусиления, радиомикрофон, полностью вся идет коммутация. Базовое оборудование у нас уже включено в стоимость аренды каждого зала. Если нужны какие-нибудь более совершенные, скажем так, технические ресурсы для проведения онлайн-конференции или, может быть, голосования, или просто огромное количество микрофонов и так далее, мы работаем с подрядчиком, но и также не ограничиваем гостей, которые у нас проводят мероприятия. Вы можете, соответственно, воспользоваться услугами вашего надежного подрядчика, с которым вы работаете регулярно, но на нашей площадке без всяких сборов. Огромный плюс, который мы оценили за период пандемии, это выделенный интернет. У нас он действительно в отельном комплексе уже проведено три линии на 100 мегабит и на 50, что, конечно же, нас очень сильно спасает во время проведения мероприятий с онлайном, которых очень много, гибридного формата, когда арендуется переговорная комната, как, например, та, в которой я сейчас нахожусь, порядка 20 квадратных метров, и далее уже идет соединение до 5000 человек по, соответственно, региону, на который вещается данная презентация. Ну, соответственно, по стилистике залов вы тоже видите, что это купеческий стиль, это такой интересный ковролин, вот потолок в зале нашим бальном бахрушин, такой интересный, диммерное освещение, яркие залы, удобные по конфигурации, достаточно мебели, которые оснащены эти зоны, то есть все в доступном, комфортном, ну, не скажу, что минимуме, но в доступном оснащении для проведения большого количества мероприятий. И на самом деле, гордость нашего Майс-отдела, мы проводим мероприятия в рамках пандемии, были одним из первых отелей Вакор, который в 2020 году провел первое мероприятие в июне месяц со всеми ковидными дистанциями, мы рассказывали про меры работы в текущих новых реалиях. Ну, это я уже немножечко отвлеклась от темы. Хотела бы еще рассказать, показать вам фотографию и конфигурацию залов, чтобы вы понимали, как они сгруппированы. Соответственно, это достаточно удобная, компактная зона с туалетными комнатами, с гардеробом, с фойе, в котором сервируются кофебрейки, и разделением на залы и переговорные. То есть, какой плюс, что несмотря на наш большой колоссальный комплекс на 433 номера, гости, которые проводят мероприятия, они ощущают себя вполне комфортно и изолировано, даже, скажем так, на этаже конференц-зоны. Ну, если мы говорим про начисление баллов и программу лояльности, то, конечно же, мы также начисляем баллы за проведение мероприятий гостям, точнее, организаторам мероприятий. Думаю, вы знакомы с концепцией программы лояльности Oracle Leaf Limitless. Она была в 2019 году переименована из Accord Le Club Hotels. Эта программа лояльности делится на две части. Для программы лояльности All для индивидуальных гостей и программы лояльности All Meeting Planner для организаторов мероприятий. Соответственно, баллы мы начисляем, мероприятия проводим. Когда у нас есть двойные баллы, мы также их начисляем, поэтому такой достаточно хороший бонус для проведения группы мероприятий – это выбор нашего отеля, получение баллов, накопление баллов, и можно воспользоваться в наших отелях по всему миру. Это более 5000 отелей на данный момент, более 38 отельных брендов, которые входят в Accord. Может быть, из последних приобретений, скажем так, групповых, это 20-й, 19-й год, это был Maven Peak, Swiss Hotel до этого, Rixos. Ну, то есть портфолио брендов у нас достаточно широкое, и найти возможность реализовать свои заработанные баллы, конечно же, будет легко. С точки зрения проживания также можно использовать баллы в каталоге, можно заказывать себе необходимую технику или подписки на какие-то журналы. То есть программа, на самом деле, колоссальная, работает на всю группу, и призываем, если вы какие-либо делаете мероприятия, проекты или просто как индивидуальный гость проживаете в наших отелях, регистрироваться, так как в мобильных приложениях также еще есть дополнительная скидка на прямое бронирование, и действительно вы копите баллы, за которые не только можете получать новые возможности бронирования, но и получаете, а меняете с точки зрения повышения категории номера на заезде, welcome напитка на заезде, где, опять же, такие, и вот, например, в нашем комплексе гости, проживающие в Выбес, имеют доступ в фитнес-центр только за дополнительную плату. Но если же есть карта лояльности от классического статуса, от первого классика, то гости пользуются услугами фитнеса бесплатно. То есть преимущества они есть, они есть в каждом отеле, и действительно вас призываю регистрироваться. Ну и фитнес-центр, о котором я как раз уже упоминала, в картинках, чтобы вы понимали, как это выглядит, это достаточно хорошо оснащенная тренажерная комната, тренажерный зал, зона отдыха, сауна и также хамам. Плюс есть массажный кабинет. Ну, это уже за дополнительную плату, дополнительная стоимость. Те новинки, про которые я вам обещала рассказать, и те отсылки, грубо говоря, к концепции Меркюра. Это наша программа «Национальный колорит». Я себе позволила ее так перевести. На самом деле она называется «Discover Local». Скажем так, это авторский перевод. Что она из себя представляет? В нашем отеле она сегментирована на две категории. Во-первых, это гастрономия, а во-вторых, это, скажем так, помощь национальным производителям. С точки зрения гастрономии вы видите сейчас картинку, на которой представлены те блюда местной кухни, которые мы включили в завтрак. То есть это халва, коржики, пряники. В library-баре у нас представлены полугары, такие наши исконно русские напитки. Также мы подаем морс на завтрак, игристая, и у нас в фойе стоит, и на завтраке в фойе стоит самовар с чаем. То есть, опять же, купеческая Москва, локальный такой местный колорит с точки зрения купеческого за Москва речи. Это касательно гастрономии. Естественно, мы придумываем разные фишечки и новинки, но ограничены были во время ковида немножко именно форматом сервировки. Ну, а сейчас возвращаемся с новыми и новыми идеями для того, чтобы делать действительно меркюр особенным и именно таким, какой он должен быть в рамках своей концепции. Касательно поддержки производителей, я бы тут сказала про три основные наши фишки. Это мы находимся в партнерстве с Ру Матрешкой. У нас в лобби есть возможность купить матрешки с эксклюзивным дизайном, с русской, с ручной росписью. И это действительно такие достаточно интересные сувениры. Да, возможно, они были действительно популярны больше, и даже по продаже мы можем понять, когда у нас было больше иностранных гостей, но, тем не менее, это такой русский колорит. Иногда даже приятно иметь такую матрешку у себя, осознавая, что это такая дань интересная, историческая. Они достаточно разные, с разной тематикой и отражают всю нашу колоритную историю русскую. Это второй партнер, Ума Керамикс. Вот на фотографии вы видите керамические изделия. Они у нас, соответственно, находятся в лобби. Их можно также приобрести. Это действительно тоже ручная работа. И некоторые элементы декора этих керамических изделий у нас находятся в номерах привилегий в Меркюри. И третий, наш партнер, самая наша популярная вещь в лобби, это экологические деревянные качалки. Они находятся у нас в двух местах, в Меркюрии и в Адажу. На самом деле, Белси – это компания, которая занимается, российская компания, которая занимается производством экологической деревянной мебели. Ну, вот в рамках своего промоушена в нашем отеле они представили вот такие замечательные игрушки, которые добавляют радости детям, пока родители делают чекин, несмотря на то, что он быстрый. Дети все равно могут, грубо говоря, развлечься в этот момент в лобби. Они безопасны абсолютно с точки зрения техники безопасности, ну и достаточно такие интересные и красивые, на наш взгляд. Все это представлено в лобби. Помимо этого, отдельным аспектом хотела бы тоже рассказать про новые реалии. Новые реалии – это именно отсутствие коммуникации между гостями и нашими сотрудниками на ресепшн. Не потому, что какие-то могут быть недопонимания или еще что-либо, просто мы на самом деле осознаем, что такова реальность, когда ковид не особо хочется с кем-то слишком долго коммуницировать или когда ты заселяешься поздно вечером и нет возможности выслушать всю информацию от коллег на ресепшн. Буду коротка. С 2019 года мы запустили такой сайт, Two Rooms. Думаю, многие могут быть с этим знакомы на индивидуальном опыте или, может быть, коллеги рассказывали из других гостиниц, что это из себя представляет. Это по факту core code, на который наводится телефон в номере и гости получают доступ к информации об отеле. Вот на картинке слева вы видите, что там можно заказать еду, узнать режим работы отеля, в смысле услуг, даже уточнить в какое время завтрак, информацию более детальную об отеле и те самые сувениры, о которых мы говорили в лобби, их можно там приобрести. Второе окошко – это такой наш проект, который мы потихонечку вводим, обновляем список партнеров, добавляем интересные мероприятия. Это партнерские предложения в рамках нашей локации или же в рамках того, что может быть потенциально интересно туристу. То есть в данном случае, вот сейчас вы видите это предложение от Evention, Кулинариона, специальный промо-код для гостей, которые захотят использоваться услугой. У партнеров они могут, вот, соответственно, сказать этот код и получить скидку. Также у нас в проекте, прошу прощения, кооперация с Globe for All. Это такая достаточно большая организация, которая занимается проектами для ограниченных, для людей с ограниченными возможностями и маломобильных или с другими ограничениями, скажем так, для особенных граждан. Мы решили интегрировать в рамках нашей платформы Tourums информацию о московских объектах показа, таких как музеи или, соответственно, популярные посещаемые места. Какие там требования и какие там специальные акции и возможности для такого рода гостей. Достаточно интересный проект, тоже, скажем так, такой, не то чтобы на бартерных условиях, а просто взаимное продвижение. Поэтому, если у вас есть какая-то идея или какой-то проект, которым вы занимаетесь, который был бы потенциально интересен нашим гостям, может быть, не совсем в нашей локации, может быть, в рамках какого-то мероприятия или проекта на будущее, будем рады расширять список наших партнеров и уведомлять наших гостей о той информации, которая действительно им будет интересна в рамках проживания в нашем комплексе. Ну что, мы с вами закончили большой блок по Меркюру. Надеюсь, что как в голове укладывается информация, надеюсь, что интересно. И с вашего позволения перейду к Ибису, и у нас еще впереди Адажао. Если есть вопросы, пишите, задавайте, с удовольствием посмотрим. Итак, Ибис, наверное, самый известный бренд в России, группа Аккор. В нашем комплексе всего 190 номеров и, соответственно, порядка 53 тувинов, что может быть интересно для групп. У Ибиса есть отдельный вход, отдельная зона ресепшн для заселения гостей, ресторан Ибис Китчен, где сервируется завтрак. Также в этом ресторане мы можем проводить обеды, и какое-то время назад у нас были бизнес-завтраки и ланчи для компаний, которые находятся рядом. Сейчас у нас есть некоторые опции, скажем так, скидки, акции. Это бесплатный ранний заезд и поздний выезд выходные. Это также парковка, бесплатные выходные дни. И также у нас есть возможность получить скидку до 25% на завтрак, выходные дни. Эти все три спецпредложения относятся ко всем трем комплексам, к Меркюру, к Ибису и Адажу. Просто так вот вводная информация о том, какими спецпредложениями мы обладаем. Естественно, мы пополняем их спектр, и за актуальной информацией можно всегда следить либо на нашем официальном сайте olacore.com, либо связавшись с нашим отделом бронирования напрямую. Ну что же, вернемся к Ибису. Ибис, 190 номеров, дизайн будет знаком каждому и везде, будь то Ибис где-нибудь в Лионе, в Париже, в Нижнем Новгороде или в Самаре. На самом деле, концепция и стандарты настолько выдержаны четко, что даже квадратура к нами не может отличаться в том или ином отеле. Это плюс, это большой плюс, потому что гости, приезжающие в Ибис, понимают, что они ожидают. На самом деле, это достаточно удобная кровать, удобные подушки, потому что качественный сон это приоритет размещения в Ибисе. Думаю, что многие как раз-таки имели возможность останавливаться в Ибисах или работать с Ибисами. Вот у нас стандартная, классическая концепция Ибис, три звезды. В линейке Ибисов есть также Ибис Styles, четыре звезды, в данном случае в России у нас представлены в Сочи, на Красной Поляне и в Челябинске. И Ибис, две звезды, скажем так, как Ибис Баджет, другая концепция, комбо, Октябрьское поле и Панфиловское в Москве. Опять же, часть бара, то есть есть не только рестораны без китчен, но и бары, где гости также могут заказать напитки и меню а-ля кар. Я покажу вам фотографии с шведской линии, которая сервируется как полноценный завтрак, и также есть такая опция, как ранний и поздний завтрак в Ибисе, то есть с 4 часов утра до 6.30, до открытия шведской линии, очень удобно, в принципе, для групп, которые с ранним трансфером уезжают, есть формат Early Bird, он называется, ранняя пташка, это такого демократичного завтрака. Здесь представлена сейчас выпечка, она примерно в таком же формате сервируется, плюс там есть свежие фрукты, йогурты и чай-кофе, которые могут гости позавтракать, то есть если гость не успевает на завтрак, но завтрак был в тарифе, можно воспользоваться ранним завтраком. С 6.30 до 10.30 в будни и до 11.00 в выходные идет полноценный завтрак шведской линии, и с 11.30, с 11.00 до 12.00 в выходные или с 10.30 до 12.00 в выходные сервируется, опять же, такая поздняя пташка для тех, кто проспал завтрак, тоже достаточно интересная опция. Ну что же, по Ибису постаралась коротко, потому что Ибис достаточно знаком всем. Из наших особенностей это то, что он в рамках комплекса, у нас один шеф-повар и одни закупки, за счет чего, ну я так по своему личному опыту могу сказать, что качество продукции отличается, то есть Ибис это три звезды, но за счет закупок Меркюра для четырех звезд уровень выше и за счет того, что шеф-повар у нас следит за ресторанами двух, скажем так, брендов, двух кухонь, то тоже здесь есть свои хорошие бонусы для нас и для гостей, проживающих в Ибисе. Самый интересный лакомый кусочек – это Адажо. Как я говорила, это первый Адажо, апарт-отель, который был открыт Акором, нашим оператором в России, имя Павелецкое. Далее, второе Адажо сейчас на Киевской. Это 94 номера абсолютно разной концепции от апартамента, от студии, прошу прощения, до апартаментов. Основная концепция проживания в Адажо – это чем больше ты живешь, тем меньше ты платишь. У нас есть, скажу честно, такие корпоративные контракты, которые живут в течение всего года и пролонгируются. Есть очень много разных проектов, есть индивидуальные гости, которые с семьями приезжают в Москву и действительно предпочитают Адажо. Вопрос почему? Потому что Адажо удобен для размещения на длительное время, логично, потому что в каждом номере есть кухня, каждый номер оснащен, соответственно, всем необходимым для длительного проживания. Это, как я говорила, у нас каждый отель имеет отдельный вход, отдельную зону ресепшн. С точки зрения приоритетов Адажо, таких базовых, да, над съемом квартиры где-нибудь в центре Москвы, мы выделяем несколько, скажем так, ключевых. Если что-то происходит в номере, то дежурный инженер приходит, ремонтирует. Если что-то происходит с соседями, то дежурный менеджер приходит в соседний номер и устраняет данную проблему, чего, к сожалению, при съеме квартиры в обычном доме не всегда можно добиться. Это, естественно, регистрация гостей, проживающих отелей. Это фитнес и парковка. То есть, таких пять достаточно ключевых моментов, которые могут склонить нашего гостя в сторону аренды апартаментов на более длительное время, нежели чем квартира. Поскольку это Адажо, апарт-отель, и он не предусматривает наличие кухни, в отеле, прошу прощения, наоборот, предусматривает наличие кухни, в отеле нету ресторана. То есть, лобби, первый этаж, Адажо выглядит вот непосредственно, как такая достаточно интересная лаунч-зона, где есть также бизнес-уголок, где гости могут либо провести какие-то переговоры, либо просто, соответственно, отдохнуть. Касательно самих номеров, у нас есть апартаменты. Это самая классическая концепция, где апартаменты и студия, прошу прощения, на данном слайде у нас есть фотографии и апартаментов, и студию. Вот студия – это как левая фотография, где у нас диван. Диван, естественно, убираются подушки, и раскладывается полноценная кровать. Справа – это полноценная кухня с четырехварочной панелью для проживания большого количества гостей. То есть у нас двукомнатные и трехкомнатные апартаменты с одной спальней или с двумя спальнями, что очень удобно для размещения семей с детьми и, в принципе, для размещения на длительный срок. Касательно кровати, как, опять же, у нас брюки превращаются, очень удобная кровать, удобный матрас, очень экономичное пространство и квадратура номера. Вот это как раз-таки студия полноценная, где есть ванная комната, и, как вы видите, достаточно удобные полочки для хранения, очень много деталей, дополнительные стулья, ну, то есть множество мелочей, которые присутствуют в номере, их тоже можно оценить по достоинству. Помимо того, что вся кухня оснащена необходимыми приборами для приготовления даже борща и пельменей, не шучу, бокалы, непосредственно кастрюли, сковороды, все это есть и достаточно удобно готовить. Кухня отделена от комнаты стенкой и запахонепроницаемой шторкой, плюс также слайд-дверью. На кухне, естественно, хорошая вытяжка и никаких запахов с точки зрения приготовления пищи и попадания их в номер нет. Поэтому достаточно удобная концепция, рабочая концепция, и гости у нас очень любят. А даже, вот вы видите на левой фотографии как раз такое окошко, стенка, вот это окошко закрывается запахонепроницаемой шторкой. И это апартамент, где вот большая общая гостиная зона с обеденным столом и с диваном. Опять же таки, сафа раскладывается и может быть еще одним дополнительным местом. Касательно завтраков, поскольку мы в комбокомплексе, у нас есть свои преимущества, и гости, которые проживают в апартаментах, но не хотят готовить самостоятельно, или, может быть, в какие-то дни хотят отдохнуть, они могут либо заказать рум-сервис, также через наше приложение Турумс, о котором я вам ранее говорила, или же спуститься в ресторан Ибиса и Меркюра и позавтракать, пообедать или поужинать. На самом деле, опций много, гости выбирают разное, все в зависимости от предпочтений и приоритетов. Ну, вот, собственно, в таком формате разных категорий у нас апартаменты. Популярные, достаточно удобные. Если есть вопросы дополнительные, по ним пишите. И буквально я хотела вам рассказать уже к таймингу, мы приближаемся к финалу. Хочу, чтобы все-таки от вас были какие-то вопросы, успеть ответить. Расскажу вам в двух словах про нашу корпоративную социальную ответственность. Несмотря на то, что мы коммерческое предприятие, у нас очень много программ, которые интегрируются и внедряются Акором, и в рамках этих программ мы воспитываем в себе еще более креативные идеи, и идем дальше с точки зрения работы с окружающей средой, с точки зрения защиты окружающей среды и работы с разными партнерами. Не буду томить, на слайде указаны наши проекты, в которых мы выступали партнерами, спонсорами, где-то мы разыгрывали наши ваучеры для победителей, например, как конкурс «Невская краса». Ну и совместно с благотворительным фондом Константина Хабенского и нашей замечательной художницей мы выпустили открытки «Меркюр». То есть вы можете увидеть, где интерьер нашего гостиничного комплекса, наш бар, ресепшн. Вот это тот самый фасад купца Алексеева, усадьбы, про которую я говорила, лайбрари, над которым летит Мэри Поппинс, а лиса в стране чудес сидит в лобби, и лисенок заказывает, ну не по Турумс, но с телефоном Румс-сервис. Такие милые открытки мы предлагаем купить нашим гостям, и, соответственно, вырученную средство мы переводим в фонд Хабенского на лечение разных заболеваний детей. Соответственно, это наша инициатива, мы любим внедрять такие проекты, поддерживать благотворительные фонды и предоставлять более лояльные условия под аренды мероприятий, проведение, проживание, соответственно, разных категорий, скажем так, ограниченных в нашем гостиничном комплексе. И, опять же таки, мы выступали партнерами. Почему вся информация за 21 год? Потому что до конца года у нас было очень много активности. Как вы понимаете, осень была такая достаточно интенсивная, а вот весна у нас немножко все планы, которые должны были реализоваться, скажем так, сдвинулись. Но я думаю, что это тенденция общая. Тем не менее, по проектам это кооперация с фондами и партнерская поддержка в рамках мероприятий. Мы, кстати, предлагаем активно сотрудничать, активно вовлекаться в разные проекты совместные. Нам это интересно с точки зрения поддержания активности, с точки зрения понимания того, что в принципе происходит у наших партнеров, если мы говорим про какие-то бизнес-завтраки или проекты. Ну и социальные ответственности, конечно, это тоже наш приоритет. Мы как бизнес, который может это делать со своей точки зрения и своими силами, это делаем. Я уже не говорю про колоссальное количество мероприятий внутренних, мероприятий для сотрудников, поддержки детских домов и такой политики, которая, в принципе, я и уверена даже, что она делает со многими компаниями. Ну вот у нас на это тоже достаточно большой акцент. И, скажем так, это даже гордость, что наши сотрудники именно нашего гостиничного комплекса активно вовлекаются в такие программы. Ну и, наверное, на этом я бы хотела закончить и сориентировать вас по своим контактам. Мобильный телефон, также есть WhatsApp, Telegram. Можете писать, обращаться с какими-то запросами, предложениями. Будем очень рады. Ну и если у вас непосредственно есть вопросы, с удовольствием отвечу, что-то прокомментирую. Буду рада. Контакты просила Светлана. Да, конечно, контакты сейчас на слайде. Могу их еще продублировать текстом. И можем договориться на обмен визитками и звонок в рамках нетворкинга. С удовольствием расскажу еще более детально про какие-то проекты или, может быть, какие-то уже интеграции можно будет обсудить. Как говорю, мы с удовольствием на разные проекты. С точки зрения индивидуальных туристов тоже у нас лето. Мы работаем с большим количеством консолидаторов, работаем с туристическими агентствами. Где-то вы нас можете найти через контакты ваших партнеров. Знаете, что мы такие? Мы готовы работать по любым схемам. Если какая-то информация нужна по отелю, всегда дадим. С точки зрения групповых туров, мы удобны, потому что одна локация, три разных сегмента, и можно делать всевозможные трансферы автобусные и прочее, и прочее. Ну что, раз вопросов нет, тоже благодарю вас за внимание. Очень приятно все-таки рассказывать о том, что происходит в текущее время, что мы работаем, знакомить вас с тем, что у нас происходит. И, как говорится, ждем в гости. Спасибо большое. Тогда прощаемся. И если есть вопросы, как говорили, все пишем. Контакты вам сейчас оставлю. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok